Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. В настоящее время на отечественном рынке представлено большое количество персональных метеоцентров и метеостанций, поэтому довольно сложно представить оригинальный и запоминающийся продукт. Однако немецкая торговая марка ТФА смогла продемонстрировать такое решение. Станция Stratos, с которой мы познакомимся с Вами сегодня, весьма самобытна и имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих ее от других. Эти факторы дополняются весьма удачной компоновкой всех элементов станции и доличием полного набора комплектующих, готовых к монтажу. Но не будем опережать события, начнем наш обзор по традиции с внешнего вида станции и ее комплектации. Станция поставляется в большой, прочной, отлично оформленной коробке-чемоданчике. Внутри коробки находится не только все оборудование станции, но и полный комплект вспомогательных деталей и аксессуаров, позволяющий установить и подключить станцию в кратчайшие сроки. Как Вы сами видите, все детали расположены с немецкой педантичностью, они аккуратно запакованы и имеют отличный внешний вид. Основными элементами, входящими в комплект поставки, являются базовая станция, термогидродатчик, ветровой датчик и датчик осадков. Рассмотрим эти элементы подробнее. Базовый блок станции выполнен из черного матового пластика, а его передняя панель из серебристого. Откидные стойки на задней части корпуса позволяют разместить базовый блок под различными углами на горизонтальной поверхности, а специальное отверстие дает возможность повесить станцию на стену. Там же, сзади корпуса, станции расположены отсек элементов питания, в котором размещаются три батарейки типа AA. На передней панели станции расположен вертикальный жидкокристаллический дисплей с диагональю в 5,5 дюймов. Он снабжен ночной зеленоватой подсветкой, которая обеспечивается четырьмя светодиодами, расположенными по бокам экрана. Подсветка включается автоматически при нажатии на любую из кнопок управления станцией, расположенных справа от экрана. Кнопок всего 5, они крупные и удобные. Мы еще вернемся к базовому блоку станции несколько позднее, а сейчас давайте осмотрим датчики и разберемся с особенностями монтажа выносного оборудования станции. Как я и говорил, внешний вид датчиков очень хороший. Светло-серый пластик, из которого выполнены их корпуса высокого качества. Теперь познакомимся с ними подробнее. Начнем с датчика температуры и влажности. Кроме своего основного назначения, он является еще и портом подключения двух других датчиков. От него же подается питание на них. Датчик оснащен модулем радиоканала, который обеспечивает беспроводную передачу данных на базовую станцию со всех трех датчиков. Частота работы датчика 868 МГц. При этом расстояние между ними и станцией может доходить до 100 метров. Для его питания используются две батарейки AA. Обращу ваше особое внимание на защитный пластиковый кожух, входящий в комплект. Он сделан по образцу профессионального метр-телооборудования и предотвращает перегрев датчика, а также попадание атмосферных осадков на его корпус и разъемы. Ветровой датчик, к сожалению, не имеет флюгера и является по сути анемонитором, то есть измеряет только скорость ветра, но не определяет его направление. Датчик осадков выполнен в виде прямоугольной воронки. Он может измерять только количество жидких осадков, но не измеряет количество осадков, выпавших в виде снега. Он и термогидродатчик имеют узел крепления к специальным пластиковым кронштейнам, закрепляемым по бокам стальной мачты, которая входит в комплект. Трубчатая мачта состоит из двух секций, имеющих общую длину порядка 60 см. Сверху на мачту надевается метровой датчик. Мачту с оборудованием следует разместить на высоте порядка пяти-шести метров над землей. Для крепления мачты к несущей конструкции в комплект поставки станции входят металлические хомуты. Ну вот, мы разобрались с наружным монтажом, теперь вернемся к базовому блоку станции. Управление станции простое и интуитивно понятное. Символы и цифры, отображаемые на экране, легко отчитаются практически под любым углом и с довольно значительного расстояния. Экран станции визуально разделен на целых 7 зон. В верхней части расположены данные, связанные со временем и датой. Ниже мы видим температуру и влажность в помещении. Далее следует небольшое окошко, служащее для индикации подключения внешнего датчика и минимальных, максимальных значений полученных данных. Вслед за этим можно увидеть данные о внешней температуре и влажности. Ниже расположен большой индикатор погодных тенденций, под которым видна гистограмма атмосферного давления и данные о текущем давлении. Ну и в самом низу экрана мы видим значение скорости ветра и количество осадков. Из всех зон подробно остановлюсь на индикаторе погодных тенденций, так как именно данная область существенно отличается от привычных вариантов области прогноза погоды. Прогноз, отображаемый тут представлен не одной, как обычно, а двумя пиктограммами, между которыми находятся стрелки, показывающие тенденцию изменения атмосферного давления. Стрелки, направленные направо, указывают на рост давления и как следствие на вероятность ясной погоды. Если отображаются стрелки, направленные налево, это сигнализирует о падении давления и возможности осадков. Станция показывает следующие погодные пиктограммы. Ясно, переменная облачность, облачно и осадки. Поэтому прогноз, даваемый станцией, например, читается так. Облачно, существует вероятность осадков. Либо переменная облачность возможно установление ясной погоды. Стрелки, находящиеся между пиктограммами, не только отображают тенденцию изменения давления за последние 12 часов, но и сигнализируют о его перепадах. Если за последние три часа давление изменялось, стрелки мигают, а если оставалось стабильным, видны постоянно. Если на дисплее станции начали мигать стрелки и пиктограммы облачности осадков, это означает штормовое предупреждение. Данный режим срабатывает в том случае, если за последние три часа давление снизилось на 4 Гп и более. Для сигнализирования о штормовых предупреждениях порог срабатывания устанавливается индивидуально и изменяется в пределах от 4 до 9 Гп. Управление станцией осуществляется с помощью упоминавшихся мною 5 кнопок. Соответственно станция имеет 5 программных режимов. Не буду сейчас останавливаться на всех. Обращу ваше внимание лишь на режим быстрого просмотра данных. Вход в этот режим производится кнопкой SET, а смена отображения данных с помощью кнопок PLUS либо MIN или MAX. В этом режиме можно получить информацию о таких данных, которые изначально не отображаются на дисплее, а именно о температуре охлаждения ветром, точке росы, относительном давлении, скорости порывов ветра и статистике уровня осадков за различные периоды. Станция измеряет давление в ектопаскалях и дюймах ратутного столба, температуру в Цельсиях и Фаренгейте, а скорость ветра в километрах в час, милях в час, метрах в секунду, узлах и по шкале Боффорта. Соответственно уровень осадков измеряется в дюймах и миллиметрах. Станция имеет функцию будильника. Кроме того заранее настроенный звуковой сигнал длительностью 2 минуты может оповестить вас об 18 критических параметрах. Это может быть превышение заданного диапазона температур, скорости ветра, количество осадков и т.д. Тут же отмечу, что станция запоминает 20 различных минимальных и максимальных значений, т.е. происходит соответствующая фиксация практически всех параметров измеряемых станций. Причем отображается не только значение какого либо параметра, но и время и дата его регистрации. Последняя особенность в значительной степени может компенсировать отсутствие возможности подключения этой станции к компьютеру. Станция ТФА Стратос произвела на нас очень хорошее впечатление, но для объективности скажу о том, что понравилось, а что нет. Не понравилось. На станции в датчике нет кнопки сброс, для перезагрузки нужно вынимать батарейки, станцией не определяется направление ветра, отсутствует возможность подключения к компьютеру. Однозначно понравился. Очень хороший, отлично читаемый экран. Профессиональный дизайн внешних датчиков. Полный и качественный монтажный комплект. Уникальная и наглядная система отображения прогноза погоды и тенденций изменения атмосферного давления. Огромные возможности в части сигнализирования о погодных аномалиях и их фиксации. В целом же это очень продуманный, точный и недорогой метеорологический прибор, обладающий высокой степенью достоверности прогнозирования погоды. Многоплановость отображаемых и сохраняемых данных в сочетании с гибкостью настроек делают эту станцию чрезвычайно привлекательной для потенциального потребителя. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!